Идеи введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции поддержали власти 16 федеральных земель ФРГ. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в скором времени соответствующий вопрос обсудит Бундестаг. Германия объявила Люксембург зоной повышенного риска по COVID-19. В этот список также вошли Швеция, Австралия, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и Кения. Любой человек, прибывший в Германию из этих стран, который не прошел полную вакцинацию, должен будет находиться в карантине в течение 10 дней. Между тем Германия сняла ограничения на въезд ФРГ для украинцев. Паспорта вакцинации и обычные удостоверения личности планируют объединить в Германии создатели приложения Люка. Это приложение используется для регистрации в ресторанах и на мероприятиях. Оно помогает отслеживать цепочки возможных контактов при возникновении вспышки заражения COVID-19. К другим темам. Минюст Германии объявил о начале величайшей реформы семейного права за последние несколько десятилетий. Ее цель – дать неженатым парам, гомосексуальным супругам с детьми новые юридические возможности. В законодательстве ФРГ появится новый термин – «сообщество ответственности». Речь идет об охране прав людей, которые не являются семьей, но ведут общее хозяйство. В Голливуде объявлены лауреаты премии «Золотой глобус» – второй по значимости награды в киноиндустрии после «Оскара». Немецкий композитор Ханс Циммер стал ее лауреатом за музыку, написанную им к фильму «Дюна». В связи с пандемией коронавируса награждение происходило без зрителей в закрытом режиме.